Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой, и это мой проект «Использовать по максимуму», который призван использовать средства до Нового года. Желательно полностью, ну и, конечно же, получить от этого удовольствие. Это вторая часть ролика. Сегодня мы смотрим уже результаты проекта, который начался 7 ноября. Вполне понятно, что некоторые средства в процессе использования будут исчезать из этого проекта, потому что, например, они не подходят, либо заменятся чем-то другим. Сейчас у нас осталось, как вы видите, довольно много средств. Давайте приступим. Первый раз сегодня со мной. Я напоминаю, что этот проект призван использовать те средства, которые мной были забыты, и использовать по максимуму их до Нового года. В частности, вот эти тени от Essence, они в 19 номере. Имеют они прекрасный, совершенно перламутровый, очень красивый, как вы видите, оттенок. И носятся очень-очень богатым таким насыщенным цветом, используя их и как хайлайтер, и под бровь, и в качестве подложки под тенем. Но их тут довольно много, как вы видите. И вот только-только, опять же, появилась ямочка. Думаю, вам видно. Но до этого вообще не было никакого расхода. Поэтому сейчас использую их по максимуму, и они остаются в моем проекте. Следующие тени, которые, безусловно, заслуживают нашего с вами внимания, это вот такая вот серия Pastel Lumiere Bourjois. Rose Tentation номер 34. Восхитительный совершенно цвет. Розовое с золотом. И также в качестве основного цвета его можно нанести на подвижное веко. Можно использовать в качестве румян. И можно использовать в качестве хайлайтера. И золотисто-розовый хайлайтер получается очень-очень красивый. Поэтому использую их и в хвост, и в грибы. И вот ура, 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 появилась какая-то вмятинка. Поэтому вот это мой прогресс, и я рада. И, конечно же, они остаются в моем проекте. И следующие тени от Avon, цвет Mocolata, это True Color. Вот такой набор. Как вы видите, у меня они пошли просто отлично. То есть вот здесь уже отверстие, здесь образовалась вмятина. И здесь этот цвет я использую в качестве наполнения для бровей, в складку века, этот как основной. И также сейчас с удовольствием использую вот этот бронзовый. Единственный цвет, вот этот темно-коричневый, который у меня, как вы видите, очень-очень медленно идет. Буквально затемнить, может быть, внешний уголок или сделать стрелочку. Я рада, что вообще хотя бы как-то движется у меня эта палетка. Надеюсь использовать вот эти в проекте три цвета. Темный, конечно, вряд ли у меня дойдет до финала. Но здесь, кстати, очень удобно, вы видите, большое зеркало остается в моем проекте. Следующий продукт – это мой многострадальный герлен-палетка. Отсюда я вытащила спонжики, они были совершенно лишними. Я не пользуюсь спонжами при нанесении макияжа, только кисти. Вот здесь такое сложное сочетание цветов. Показывала вам несколько макияжей. Я как-то к ним более-менее приспособилась. Единственное, что хуже всего идет, естественно, синий. И опять же, вот этот очень-очень темный. Синий он не перламутровый. В общем, такой индиго. Она называется индиго. Эта палетка темно-коричневый тоже, как вы видите, довольно сложный такой цвет. Немножко непонятный, неоднозначный. И с ним надо быть аккуратнее. Он иногда в такую грязь какую-то превращается при растушевке. Светло-коричневый. Вот, кстати, ближе к медному. Ну, вот более-менее я его еще так как-то приспособилась использовать. Очень неплохой вот этот рыженький, оранжевый. Да, такой цвет лисички. В ближайшем рассмотрении есть какие-то блесточки, но их не так много. При нанесении на века эти блесточки не видны. Ну, практически не видны, потому что они только сверху лежат. Палеткой я этой не пользовалась совсем. Вот сейчас активно использую. В общем, пока оставляю ее в своем проекте. Буду дальше экспериментировать, показывать вам какие-то макияжи. Кстати, я жду от вас по-прежнему вариантов. Как вы могли бы использовать эту палетку? Ваши фантазии? Пожалуйста, присылайте мне это в комментарии. Белорусская косметика гель-фиксатор для бровей от Люкс Визаж. Как вы видите, его становится все меньше и меньше. Сделала вам, да, что вот очень неудобно. Видите, такая совсем прям мосюсенькая кисточка. На нее очень много набирается. В общем, хочу его использовать и больше, наверное, приобретать не буду. Мне нравятся более пушистые. Ну, хотя бы чуть-чуть более пушистые кисточки. На половину уже я его использовала. То есть, как-то он идет. Следующее, что идет очень-очень медленно от L'Etoile, серия Metallic, карандаши для глаз. Темно-темно-синий, такой почти черный и шоколадный. В принципе, неплохие карандашики, но как-то вот я в последнее время больше пользуюсь все-таки не цветными стрелочками, а такими черными. Я себе поставила цель, поэтому сейчас нижнее веко, наверное, буду вот этим коричневым подводить. И все-таки постараюсь больше использовать вот этот синий в своих макияжах. Кстати, если у вас есть какие-то идеи с карандашами, то обязательно тоже мне подсказывайте, как их еще можно использовать, как используете выцветные карандаши для глаз. Так что пока они остаются в моем проекте. Следующий карандаш, который тоже очень у меня идет медленно, Nude Evo Mosaic. Проблема в том, что, конечно, он очень такой светлый для внутренней линии. Его очень сильно видно, но через какое-то время, конечно, он перестает быть таким интенсивным. Но все-таки для меня ярковат. Его в основном растушевываю под бровь, как бы корректирую форму бровей этим карандашом. Да, и он очень мягкий, видите, у него прямо гнется грифель. То есть он такой кремовый. Но что, в принципе, неплохо, потому что он не царапает тогда кожу, и это хорошо. Но, с другой стороны, вот когда его вот так тонко затачиваешь, видите, он прямо гнется. В чем еще плюс? У него хорошая кисточка, с другой стороны. Вот, наверное, я его оставлю как кисточку для губ. Честно говоря, мне это очень нравится. Буду дальше пытаться его использовать. К сожалению, придется мне поменять, видимо, мою подводку Even True. Сейчас, ну, буквально еще пару раз, наверное, ей воспользуюсь. То есть линия, то нет. Кончик уже у нее такой суховатый, поэтому мне приходится как-то так вот приноравливаться, чтобы нарисовать ей стрелочки. А стрелочки я люблю делать тоненькие, в принципе. То есть я не делаю никогда жирные стрелки. На последнем издыхании, так что через неделю, может быть, через две, будет у меня обновление этого проекта. И в следующее видео наверняка мне придется ее менять. Но пока буду еще пользоваться столько, сколько она сможет спрожить у меня. То, что у меня было в проекте две, Lush Sensational, черная. Кисточка мне, в принципе, нравилась. И, как вы видите, здесь действительно очень много еще продукта. Как я это понимаю, вот по этому звуку слышали? У нее появился очень неприятный резкий запах, который я, к сожалению, даже вот сейчас открываю ее на большом расстоянии от себя. Я ее, к сожалению, чувствую. Увы и ах, мне кажется, она испортилась. Но хотя срок годности у нее, в принципе, еще не истек. Стоит туши хранить в холодильнике. Не знаю, напишите мне, пожалуйста, как вам вот такие туши. Действительно ли они вот так быстро портятся или мне, к сожалению, не повезло. Ну и, кстати, она, может быть, поэтому еще и осыпалась у меня. Не знаю. В общем, она у меня как-то сразу так начала осыпаться. Сразу же, фактически, как я ее приобрела. Так что я вынуждена сейчас с ней, увы, расстаться. К сожалению, не смогу ей больше пользоваться. Боюсь за свои чувствительные глаза. Вот такая у меня была тушь в проекте Starlet от L'Etoile. Такой красивый цвет индиго. Аромат у нее не изменился, хотя она одна из самых стареньких у меня. Прекрасно работала, но, я уже вам говорила, она стала засыхать. Я пыталась ее реанимировать. Как вы видите, довольно много там еще продуктов. Она, конечно, уже потеряла как-то так свои свойства. И она не просто не увеличивает, не удлиняет, она очень сильно склеивает ресницы. Таким образом, я осталась без туши в этом проекте. Эти туши уходят в пустые баночки о том, что съела моя кожа за определенный период. Я вынуждена их заменить двумя другими подружками. Это тушь черная, Big Luscious от Essence. Она мне не сильно увеличивает что-то там такое делать. Не Big Luscious совершенно. У нее более скромная кисточка, обычная, такая пушистая. Но, я вам говорила, я могу абсолютно любыми кисточками, честно говоря, она красится. Мне совершенно все равно, какая кисточка. И хотя приобретала я ее вместе вот с этой тушью от Maybelline, у нее вот у Essence аромат абсолютно не изменился. Для обычного дневного макияжа она мне очень подойдет. И, таким образом, это новый продукт в моем проекте. И следующее, это тушь от Gourmandis. Если вы не знаете, есть такой очень-очень бюджетный бренд. Это, конечно, тушь такая абсолютно походная. Видите, у нее такая очень бюджетная упаковка. Но тушь сама по себе шикарная, ребят. Как раз очень-очень подходит под тени, которые я вам показывала только что, синие. И вот под этот карандаш. Она, конечно, чуть-чуть поярче, но она такая невызывающая синяя. Ей можно днем и вечером пользоваться. Прекрасно прокрашивает реснички. Она удлиняет, она делает объем, она разъединяет их. Приобретала я ее, насколько я помню, в Рив Гош. Там они просто при кассовой зоне лежат сто с чем-то рублей стоят. Уж совсем какие-то дешевые, но настолько хорошая тушь. Ребята, у меня Шанель осыпалась, а эта не осыпется. Очень советую вам присмотреться. Так что я сейчас беру ее в качестве моей подмоги для палетки Guerlain. Я сейчас выбираю эту тушь в свой проект. И следующий момент, что я хочу вам показать, это то, что я обязательно сейчас буду использовать. Это сыворотка Lush Booster SOS от Evaline. И как я ее использую? Это сыворотку я вам показывала в своих видео, тестировала. Она действительно очень сильно увеличивает объем ресничек. Поэтому в качестве основы под тушь, вот под эту тушь, которая не дает мне объема, я буду ее использовать на вечер, скорее всего. На день мне вполне хватает этого объема, который дает эссенс. У нас небольшие ресницы. Также я буду использовать ее и в качестве такого вот бустера увеличителя роста ресниц. Есть масла, здесь есть такая полезная... Вы смотрите, какая классная кисточка. Мне нравится, она прям такая как вживая. Прям вот, видите, она точечки белые стоит. Она вот такая вот и на ресницах белая. Я посмотрела сейчас на нее, как она работает в качестве бустера для роста ресниц. Три новых продукта будут в этом проекте. И следующее, что также я хочу использовать сейчас для глаз. У меня довольно-давно лежат тени от Белл. Я их восстановила. Кому интересно, смотрите, пожалуйста, мое видео, как спасти тени кремовые. Видите, они прекрасно наносятся. Сейчас я буду использовать эти тени в качестве базы под макияж, потому что на них очень хорошо держатся тени, все остальные. Это добавляю. Сейчас мы будем постепенно переходить к губам. Это плампер и праймер для губ. Но, однако, для губ мне праймер совершенно не нужен оказался. То есть для меня он такой сушащий. Это плампер. Это то самое средство, которое наносится на губы. Не могу вам сделать свочи. Он абсолютно прозрачный. Он содержит в себе корицу. То есть это средство, которое увеличивает объем губ за счет того, что немножко раздражает губы. И губы начинают чуть-чуть поднабухать. Есть такие же вещества различные и ментоловые. Содержатся они в помадах. Сейчас хочу попробовать им активно пользоваться. Особенно сейчас будет актуально чуть-чуть увеличивать губы в связи с тем, что я буду пользоваться довольно темной помадой. Яркой темной помадой, как вы знаете, визуально немножко уменьшает объем губ. Хочу сейчас активно использовать это средство. Тоже добавляю его в свой проект. Также от Эльф. То, что я очень хотела приобрести. Но вот приобрела и как-то он у меня медленно шел. Вот так он выглядит. Это скраб кофейный. Вы видите, частично я его уже использовала. Хотя бы даже и чуть-чуть. Сейчас этот продукт очень хорошо как-то пришелся так к месту. У меня довольно сухие губы. Часто обветриваются. И я сейчас им активно пользуюсь. Таким образом, пока он остается в проекте, буду его с удовольствием дальше использовать. Помады от Шанель. Это тестеры, которые я прям клялась и божилась, что буду пользоваться. Но вот видите, к сожалению, ни разу не удалось. Не хотелось мне ярко краситься. И сейчас, думаю, пора, пора уже начать. Для того, чтобы уж точно не было никаких отговорок использовать эти помады, добавляю себе карандаш от Golden Rose Dream Lip Liner в номере 513. Видите, он под многие из этих помад прекрасно подходит. Будет такой подложкой под эти помады, и они будут дольше держаться. Что отлично у меня идет, так это вот номер 46-й карандаша от Luxe Visage. По люксовых аналогах показывала вам вот этот вот карандаш. Прекрасный цвет. Ягодно-розовый. Он не конфетный. Он нюдовый розовый. Он хороший, очень приятный. Карандаш очень кремовый, долго держится на губах. Подходит под многие помады, которыми я сейчас пользуюсь. И он, безусловно, остается в проекте. Это помада, от которой, к сожалению, мне придется избавиться. Colorstay Lipstick от компании Miniso. Это японский бренд, который вышел на российский рынок, открыл у нас, по крайней мере, в Москве несколько магазинов. Хорошая помада по качеству. У меня довольно темный пигмент губ. То есть у меня сами по себе губы такой немножко вишневый оттенок имеют. То есть они не светлые, не белые, не розовые. Они именно вот такой вишневый оттенок. И на мне эта помада полосит. То есть для меня она светловато. Но нашелся человек, который сказал, ой, какой шикарный цвет, красивый, какая помада. И я сказала, давайте я вам ее подарю. Цвет, как вы видите, симпатичный, в принципе. Но он такой весенне-летний, конечно. Мне хотелось немножко все-таки ему спеть еще попользоваться, пока совсем не зима. Но нет, видимо, цвет не мой. Хотя он неплохо сочетался, смотрите, вот с этим карандашом. Но вот этот карандаш мой цвет, а вот это не мой, к сожалению. Буду дезинфицировать и подарю тому, кто просил ее. Таким образом она выходит сейчас из моего проекта. Какая помада сейчас войдет в мой проект вместо нее? Этот цвет я буду использовать днем. Серия Пролине от Диваж. У этой серии очень-очень кремовые текстуры. Как видите, она у меня довольно хорошо шла. Сейчас какое-то время я ей не пользовалась. Сейчас хочу просто использовать до конца. Посмотрите, какой прекрасный нюдовый оттенок. И в качестве вот обычной нюдовой помады розовой я ее включаю в свой проект для дневного макияжа. Следующее, что хорошо у меня шло, кстати, весной, но как-то вот сейчас почему-то притормозилось. Это Sorbet Kisses от Avon. Цвет у этой помады, как вы видите, такой коралловый. Как-то он у меня не очень идет. Ну, я, конечно, еще попробую, попытаюсь. Видите, его вот практически столько же осталось. Буквально пару раз я им за это время пользовалась. Если дальше мне эта помада тоже не будет идти, видимо, придется ее заменить, оставить на весну. Пока она остается по-прежнему в проекте. И еще одна нюдовая помада. Это Dior. Серия Rouge Dior номер 312. Осталось ее, как вы видите, совершенно немного. Вот такой маленький кусочек. Это абсолютно бежевый. Здесь есть такое легкое сияние в этом бежевом оттенке. Он очень приятный. Он совсем прям нюдовый. Он такой незаметный, кремовый. Когда я хочу вот такой прям совсем макияж без макияжа, я использую ее. Хотя аромат у нее по-прежнему остался очень приятной сладкой конфетки. У Dior довольно вкусный, такие сладкие, пудровые. Похожи на духи. И мне они нравятся. Но вот уже довольно давно она у меня лежит. Пока текстура не изменилась, аромат не изменился, нужно ее как-то побыстрее, видимо, использовать. Я нюдовую помаду. Одна в розовом цвете, одна в бежевом. Для таких вот дневных макияжей. И то, и то и осталось совсем немножко. Поэтому буду активно сейчас их использовать до конца именно. Следующий продукт также для губ. Такой вот Lip Butter от Demi. Та же самая фирма, как вы видите. Demi, немецкая компания. В качестве скульптора я вам показывала только что. Я использую эти тени. Вот сколько уже у меня ушло. Очень приятный, хорошо увлажняет губки, подготавливает к макияжу. Так что я сейчас сконцентрировалась на нем. Использую только его перед нанесением помады. Либо дома. Еще решила добавить в проект это духи. В плане использования до конца средств хочу быть дисциплинированной. Поэтому хочу использовать, видите, как мало осталось. Dior Edict. Номер два, насколько я понимаю. Это вот розовый вариант Dior Edict. Такой горьковатый, приятный аромат. Я люблю такие вот сложные горьковатые ароматы. Я просто стала его в последнее время сильно чувствовать на себе. Поэтому использую сейчас очень медленно. И буквально по чуть-чуть. Вы также стоите у меня вместе со всей вот этой выбранной косметикой. Теперь рядом буду им активно пользоваться. Парфюмированная вода. То есть это такие прям концентрированные аромат от Mugler. Показывала вам его в своей коллекции ароматов от Mugler. У меня есть четыре аромата. Кому интересно, посмотрите, кому нравится. Буквально нужно его две капли. Более не нужно. Он очень насыщенный. И он, знаете, такой между горьким и сладким. То, что мне в принципе нравится. Поэтому его я буду использовать сейчас на вечер. Он также входит в мой проект для дневной аромат. И это вечерний. Это все средства, которые вошли в мой проект использовать по максимуму. Буду держать вас в курсе того, как использовать эти средства, каким способом. Возможно, вы подскажете мне идеи каких-то макияжей, за что я буду вам очень признательна. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Пока!